Валю Карнавал вновь спалили за курением. С помощью Миланы Некрасовой рекламируют вебкам. Ужасная правда про Симу Бардаша. Асхаба Томаева требует судить за пощечину подростку, а Наташей Граф посмехались из-за её профессии. КОГО? Всем привет, это канал ОКБЛОГЕ. Всем привет, и сейчас как мы уроки будем делать. Удобнее, и погнали! Как бы Оксана Самойлова не освещала ситуацию с подростковым кризисом старшей дочери Ариэлы, как бы не старалась помочь... Всё равно нихуя не получается, да? Но всё как было, она всё больше абстрагируется от медийности. Ранее девочка уже отказалась от карьеры певицы, что и раньше нравилось, но потом ситуация резко обернулась в обратную сторону. Теперь же она сообщила семье, что больше не будет сниматься в семейном контенте, и в сторисах мы её тоже больше не увидим. Вот она, скрывающаяся от солнца. Даже заебали её вот и всё будет. Собирает мяту, чтобы добавить в чай. Ари, кстати, вы больше не увидите. Не знаю, насколько. Ну вот, блядь, вот инстасамка на это внимание хочешь обратить? Как тебе, блядь? Девчонка не хочет, значит, сниматься в этих тиктоках, блядь, в её контенте. Мама её снимает, значит, и говорит, если что, она больше не хочет сниматься. Ну, с тем намёком, чтобы ей в соцсетях писали и требовали, чтобы она перестала обижаться или типа такого, блядь. Ну, скорее всего. Как тебе вот такой способ манипуляции аудиториемства самка, блядь? В общем, пока она сама не захочет. Вы её больше не увидите. А мы смотрели, Каролина, мы смотрели... Это может тянуться годами, я так понимаю. Повлиял ли на это разговор с психологом, или Ари сама выставляет личные границы, неизвестно. Но давно было видно, что такое пристальное внимание ей... Это другое, а всё, понял, хорошо. ...выдь некомфортно, тем более сейчас, когда есть куча других подростковых проблем. Аня Покров тоже сейчас неохотно показывает лицо... Ну, нет, мы прошлый ролик смотрели с такой же новостью, я так и сказал, может, отъебётесь, блядь? ...камеру, так как ей банально тяжело смотреть на себя без косметики. Вновь появились сильные высыпания, с которыми давно боролась и продолжает бороться. Но сейчас из-за стрессов, постоянных перелётов и недосыпов всё усилилось, что доводит блогер... ...то же самое, только от еды. Вот реально, я когда начинаю жрать, ну, всякий понос, вот как... Вот недавние 2-3 дня я жрал всё подряд. Карлс Джуниор поел, что-то ещё поел. И всё сыпет. Ну, сами видите эту хуйню, у меня на носу начинает, на лице вот здесь всё засыпливает. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Лолстим. Эпигейм, Спотифай, Телеграм, Стим. Ты найдёшь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Лолстим. Лолстим купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Медлить с этим она не стала и сразу обратилась к косметологам и к врачам. Бункер в реальной жизни, Каплан, Чижовые, Други. Реально такой есть роль. Ну, сейчас после этого пойдём глянем, что там, блядь. Что-то глянем, блядь. Но систему. Пока анализы находятся на проверке, но, скорее всего, ей придётся максимально ограничивать себя в еде. Покажи. И попить ещё какие-то препараты, после чего всё должно пристигло. Не, ну, сейчас нормально у меня. Сейчас прошло. Ну, вот эти дни, когда у меня вот это вылезло вот здесь, вот здесь, вот где-то на щеке, блядь. За ухом, и здесь всё нахуй, все плечи, всё обсыло, браслеты, ёбаный. По нескольких разговорных сториз и вспомнила, что до сих пор не раскрыла, что за операцию ей сделали. Она банально не может собраться с мыслями, чтобы разложить их по полочкам, и пообещала осветить всё на будущем стриме. Место в квартире уже готово, осталось только найти самые интересующие все вопросы и запустить поток. Пока же ей не до этого, так как она испытывает дискомфорт даже во время сна, ведь спать приходится только в определённой позе. Ситуация такая, что после операции мне нужно спать только на спине ближайшие три месяца, и под наклоном около 60 градусов. Я придумала целую систему вот так, у меня выглядит кровать, тут очень много подушек. Вот эти вот подушки по бокам, это для моих рук, чтобы они меня держали, и я точно не перевернусь. Ебать! Тут у нас получается раз, два, три, четыре, подушки внизу, ну и для коленочек. И подушки-то ещё по 30 тысяч рублей, блядь, понятно, вот эти, которые запоминают. Такая штучка. Оцените моё ложе. Если вы поклонник или поклонница Егора Крида и сейчас худеете, у меня для вас плохие новости. Так как ваш кумир готовит новую коллаборацию с рестораном быстрого питания «Вкусные точка». Бля, почему не со мной? Это неофициально, но по рекомендациям уже разлетелся видос со съёмок артиста в новой рекламе. Видно, что он стоит на огромной коробке, из чего можно сделать вывод, что будет новый бокс. Возможно, даже его приурочат к выходу альбома. А хуйня не куплю. Бля, он же украл, да, Джерси, Удисы, смотрите, блядь. Смотрите, он Марселину украл, смотрите. Я видел, он... Я видел тиктоки, где он выпустил мерч, там у Лиды украли, ну, кого-то ещё там наворовал, пиздец, блядь. А это с Марселина слезал, ты чё, блядь, здорово. Бля, причём, какое ужасное, блядь, это же вообще ужас, блядь. Чилик, это постирония, блядь, бро? Ну, вот реально, что это за молнии вот эти, блядь? Это кошмар, блядь. Типа мерча слогом меньше, чем три. Бро, это кошмар, блядь. Надо зайти к нему на сайт, блядь. Супер успешно. У Руслана ещё украл, и пиздец, блядь. Этот наверняка тоже не подкачает, уверен, боксер... Просто типчик, да? Но я думаю, это не он делает, а вот... Ну, ему похуй на этот мерч, он не сидит, как остальные ребята, которые в своём мерч... Я вот лично за других... Ладно, говорить не буду, за себя. Но я думаю, остальные так же. Мы сидим и рисуем, блядь. Я сижу, хуярю, занимая на это время, значит, сижу на планшете. Я как-нибудь, когда мне мерч выйдет, если напомните, я вам покажу эти зарисовки свои. Я сижу, рисую, хуярю, блядь, значит. А он, походу, просто приходит в офис, такой, ну, надо мерч, ну, давай. Они посидели, ну, поскролили у кого там заходят шмотки, блядь. И просто пиздили, вот и всё. Я думаю, это особо, ну, как бы, это его, конечно, вина, потому что от его имени это всё делается, но прям он лично воровал, сомневаюсь, потому что ему похуй на это абсолютно. Сама об этом не знает. Для пользователей из России в Инсте реклама давно не работает. У тебя тоже украдёт, не исключено, у меня вообще ебейший мерч готовится, просто, вообще, сказка, блядь. И так, в ленте уже не раз замечали объявления с кастингом вебкам с видосами 15-летней лайкерши. Ебать! Во-первых, эта штука противозаконная, и подобный 18+, или около-контент обычно блокается. А во-вторых, тут идёт нарушение авторских прав, и как такое вообще пропустили на модерации, неизвестно. Сделать с этим сама Милана или её менеджеры вряд ли что-то смогут, так как до поддержки соцсети вообще невозможно дописаться. Понятно. Телеканал ТНТ за несколько месяцев до премьеры начал прогревать новые реалии, те, ведущими которого вновь станут Ольга Бузова и Михаил Голустян. Бля, что ты, наоборот, какие Голустяны, боже, мне чё, 50 лет, блядь. Сейчас они вместе со съёмочной группой находятся в Колумбии, где стартовали съёмки шоу под названием «Выжить в джунглях». Там примут участие 19 популярных артистов. С первого дня в лагере будет... Популярных? ...два, 10 человек. Остальные появятся после ухода кого-то из первого соцсети. А это кто? Вот Кузю знаю, бля, из универа. ...соцкого через церемонию голосования. Вот это кто? А это кто, бля, интересно. ...чача забрать... А вон из универа 2. А, то есть, короче, популярность с универа, значит. ...на сложных испытаниях, которые можно потратить на еду или забрать в качестве... Добро, нахуй ты нам это рассказываешь? ...денежного кинетра и звёзд будет стоило про слухов по спине о своей легендарной источниках, имена которых пока неизвестны. Компания DreamWorks анонсировала продолжение своей легендарной истории про сказочного зелёного огра Шрека. ...об этом ходило много слухов в последние месяцы, но подтверждений никаких не было. С выхода же последней четвёртой части мультика прошло 14... Мне вообще не нравится Шрек, не знаю, что с этим делать, причём я полностью понимаю, что это за мультик, юмор его, я смотрел, вот первую часть помню, вообще ржамба. Но прям, чтобы прям мне нравилось, чтобы я пошёл смотреть, ну, в кинотеатр новую часть. ...лет, и придётся подождать ещё 2 года до 5-й, ведь премьеру официально назначили на 1 июля... ...не знаю, чуваки, прям, ну, мне прям вайп такой от него, бля... ...двадцать шестого года, небольшой ролик с датой студия опубликовала в своих аккаунтах. Сюжеты какие-то подробности пока не... ...медорос ещё, по всей видимости. ...весные, их наверняка раскроют чуть позднее. Кто бы что ни говорил, что актёры слова пацана давно не в тренде, и вообще их все забыли, но счастье просто своим присутствием они ещё могут подарить. Благотворительный фонд «Подари жизнь» опубликовал ролик, как Рузель Минникаев, Леон Кемстач, Иван Янковский и Слава Копейкин посетили детский онкологический центр. О, молодцы. Люди, которые борются там со страшнейшей болезнью, мечтали вживую познакомиться с такими звёздами. Они с радостью на предложение откликнулись и приехали пообщаться. Ну, я, так скажем, короче, занимался пару раз в жизни, может, несколько раз, вот, подобные, так скажем, такими вещами. Бля, это вообще, это... Я бы, наверное, отказывался от таких ситуаций, блядь, того, что там, чуваки, там такой вайбик жёсткий. Вот с такими людьми сложно... Ну, я не знаю, как правильно сказать, сложно общаться. Ну, в плане, блядь, сложно. Просто я не знаю, как, сука, по-человечески объяснить, блядь. Ну, это реально, ну, вот, ты сидишь с человеком, общаешься, который скоро умрёт, и ты что-то ему будешь говорить, блядь, понимаете? Это жёстко, это пиздец. В такой... Я не понимаю, как артисты... Ну, артисты, скорее, на то и артисты, они заходят сразу... Я! Ничего там! Бэ-бэ! Чё-то там, ну, сразу веселят всех, но всё равно, короче, вот лично у меня, ну... Ну, да, ты как бы общаешься и понимаешь, что... Блядь, я не знаю, как мысли вырастить, чтобы аккуратно сказать. Ну, вы поняли, вообще жёсткая атмосфера, блядь, очень сложная. Ну, на такие вещи ходить, если честно. Вы подняли хоть немного настроение? Грустно, пиздец. Конечно, жаль, деток эта пиздец. Я не детка. В актёрскую профессию решила углубиться через курсы Даша Граф, но вместо вдохновения от... Кто, блядь? ...это типа чё-то от Артёма, блядь? ...стояние. С её слов, педагог на первом же занятии, узнав, что она является блогером, сразу высказала неприязнь по поводу этой деятельности. Что якобы вы все там без таланной личности, которые за своими цифрами ничего не имеют, и по сути являются пустым местом. Такое отношение прослеживалось... Не то, что я, блядь, а кто я, блядь? И дальше в процессе занятия женщина как будто пыталась во всём Дашу подставить и местами упрекнуть. Она в какой-то момент не выдержала, попросилась выйти в туалет и не вернулась. Желание продолжать заниматься полностью пропало. Граф даже думает обратиться к психологу, чтобы... А, это она пошла, всё, я понял, это её так загнобили, всё, понял. ...как вообще так произошло? Давайте её купим, чё у неё за канал, реально, чё там, как называется, давайте покупать. ...скандал разразился вокруг блогера Асхаба Тамаева. На днях он приехал на своей ламборгини к одной из башен Москву-Сити. А, блядь, блядь! ...вышел из машины, услышал какую-то фразу от подростка и с ничего дал ему пощёчину и ушёл. ...блядь, обманул ракетку, братуха. Журналисты смогли... ...бать, он ребёнку втащил, ты чё, блядь. ...тыскать того самого парня, им оказался 16-летний студент колледжа по имени Марк. Он случайно его встретил с друзьями, но по совпадению периодически... ...разными способами, так скажем, обманул эту грёбаную ракетку. ...за блогом Тамаева и в курсе, что вокруг него происходит. Поэтому в шутку произнёс фразу из популярного мема «это моя машина». ...что... ...да за что бить-то тогда? ...мне понравилось. ...блядь, прикиньте, взял ребёнка ёбану. ...бать на него не собирается. Не, ладно, он бы его оскорбил, конечно, ну там можно... Ну, конечно, он не знал же, сколько ему лет, да? Ладно, он его оскорбил, ещё что-то, какие-то оскорбительные... ...просто сказал «это моя машина». Я знаю, да, вот этот мем, блин. Но я бы, наоборот, на месте Асхаба Тамаева, наоборот бы этот мем популяризировал. Да, наоборот бы, ну, типа, сам бы форс его создавал, типа, показывая, что... ...ему плевать, да, на эти мемы. Ну, я бы так и поступил, блядь, реально. Просто сам бы снял видосы, сам бы шутил с этими мемами, и всё, вы отъебались. А теперь он, блядь, теперь ему ещё хуже будет за эти... Ну, видно, что он реагирует на эти мемы как-то сердечно, блядь. Теперь его ещё больше заёбывают. Ну, да, судя по тому, по тому, как это расфорсилось, наверное, да, блядь. Наверное, ему пиздец, блядь. ...пруз, просьбой проверить деятельность Тамаева. Дело в том, что Асхаб давно рекламирует онлайн-казино и азартную игру-ракетку, на которой тысячи его подписчиков теряют деньги. А он, соответственно, зарабатывает несколько десятков миллионов рублей. Против него уже пытались завести дело, усилия прикладывала та же Мизулина. Но пока до чего-то серьёзного довести... Ну, это, да уж, усилия, блядь, это... ...не получается. В сети завирусилось новое видео с Валей Карнавал, которое вызвало неоднозначную реакцию. На нём видно, как блогер, что зажигает сигарету в машине и начинает курить, что прекрасно видят подписчики. А её вредной привычке стало известно ещё в новом году прошлого года, где сигаретой в руках она была спалена на отдыхе. Да и пускай курить, чё доебались, да? Она же, блядь, да это какая нахуй разница? Кум интервью сама призналась, что периодически балуется из-за стрессов. Ну и ладно, и курит, и курит. Она же в интернете не говорит, блядь, а курить хорошо, курите все, блядь. Даже если бы она кололась, какая разница, это она за кулицами делает, это её личная частная жизнь, блядь, реально похуй должно быть всем. Я говорю, хоть траву курит, хоть ставится иглой, блядь, какая нахуй... Она же в интернете не пропагандирует это, да и похуй. Покурить. Её дело, блядь. Да, но и не позирает вообще, воняет себе. Всё, я все... Морализатор превратился. Так нельзя, так нельзя, блядь. Очень секси. Так нельзя, блядь. Хотя пару месяцев назад рассказывала, что бросила, но тут уже чисто её дело о здоровье... Я тоже рассказывал, что бросил, бро. ...всё-таки портим себе не мы, да и она это не пропагандирует публично. Интересный момент... Выступает за свою женщину как могу, блядь. ...вредными привычками вскрылся и в истории с обвинениями в насильственных действиях от Абрикоса Ксении Бардашу. Кто, блядь? Да, каких насильственных действиях. Каких насильственных действий. ...пугу Алины тиктоке Шарада, которая в тот момент как раз хорошо с ней общалась. И прекрасно помнит, как она ей писала и всё рассказывала в подробностях, чтобы узнать, не надумала ли чего лишнего. А мы там айва будем смотреть? Да, наверное, нет, ребят, мне там позадрачивать не получится, иначе ебало потеряю, сами понимаете. ...понимает, почему Сеня так... Так что, к сожалению, нет, блядь. ...активно пытается давить на то, что это бред не наркоманки, что видно по личным перепискам. Хотя она лично знает, что у него тоже были или есть проблемы с запрещенкой. Почему я делаю это видео? Потому что об истории, которые поделилась Алина в своём инстаграме, я знала ещё давным-давно. Потому что когда я ещё была в Москве, и мы с ней очень-очень тесно общались, она тогда ещё поделилась со мной этой ситуацией. Спросила, как ты думаешь, что это такое? Бля, ребят, я... Ха-ха-ха, бля, бля... На что ей просто ответила Алин, да, это изнасилование. Сенину сторону я не стала читать. Я поняла, что он давит на то, что она наркоманка. Но кто бы говорил? Сеня в этом плане далеко не лучезарный мальчик. Да вы все торчки, ёбаные. Поехали дальше. Ебать, вовремя заставка в тайминг была. Прямо когда я сказал, поехали дальше, ряд заставки. О, ну это пиздец, это что с этим делать-то надо? Чё, давайте все записывать ему. Сразу предупрежу, что не надейтесь, что вы стопроцентно попадёте в ролик. Обычный видосов присылают... Посмотри, легенды 2К17, что с ними стало. Бля, чуваки, вообще интересная идея. Вот это интересная идея ролика. Данюкри...